Заскочили на почту, нужно забрать бандероль. Она уже там почти месяц лежит, чуть не забыл про нее. Обязательно сегодня распакуем, но сначала наведаемся в арт-квартал. У меня там небольшой депозит скопился, надо его реализовать. Как раз закончились кое-какие фундаментально важные цвета. Да и кисти уже все почти подошли к концу, тоже надо освежить. В прошлый раз с ростиком производили подобную затарочку, но это когда было? Кто не видел, вот подсказочка всплыла. Неплохой ролик получился, обязательно ознакомьтесь. Здесь можно найти все, что нужно для творчества. И не только для рисования. Тут куча разнообразного ресурса для прикладного искусства. не нужно, просто напиши. Ну это что, это буквы? Какие буквы? Жестко ты ганут. Жестко ты ганут, корпус. Двадцать три. Видишь? Ну, двадцать три, двадцать три не миллион. Ну, двадцать три это двадцать три. Ммм. 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 Вот, 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 чё. О, босс. Да. Да не открой. Ну, по истории искусства ходили. Там если буквы, то не интересно. Там есть и буквы. Там одни буквы. Подсел в последнее время на артбуке. Обязательно бы хапнул, если бы не был ограничен финансово. Серебряный серфер. Моя цель – краска. Нужен белый и чёрный цвет. Всё под ноль израсходовал. Трафаретики. А я зачем-то мучаюсь, вырезаю. Вот за этим я приехал сегодня. Вот за этим. Амстердам. Сколько он? 535. Справедливо. Я просто не знаю. Ну, типа, вот этот 535. А за сколько ты их берёшь? Не за сколько. Я вообще ни разу не пользовался. Нет, за сколько ты их берёшь сейчас? Вот я беру обычно. Кампус. Поликалор. А, да? Поликалор? А чёрный есть? Какие они могут? Бля, какой крупный цвет на самом деле. Да нет, кампус не хочу. Хочу подороже чем-то. Смотри, он как будто проплеснил. Это ж никто не берёт, а вот. Ну, только вот так, если. Чёрненький. Чёрненький. Что делать? Я её возьму, наверное. Ну, чё, нам надо? Чёрненький. Просто сейчас вот все 2000 на это потрачу и всё. Да, заценить. Что лучше? Лабеда или мастер-класс? Да, что то, что... Котиаремия эскобара. Да. Глубоко чёрная. В этот раз хочу попробовать темперу. Много о ней наслышан, но пощупать так как-то и не удавалось. Наверное, да. Это чисто белое, как вы считаете? Нет. Что здесь белее? Вот это белее. Это белее? Хотя, стой, дай посмотреть. Это не одинаковое? Нет, по номерам, смотри, 290. Это 22-й. Вот это желтее. Подожди. Это краснее. Нет, это краснее. Да, это желтит. Краснее. Это розовее чуть-чуть. Ну, может, она отсвечивает вот от этих красных просто. Вот это белее, кстати, белее. Ну, это белее, да. Этот белее, да. Аля, ты мелками когда интересовала? Долго? Как тебе этот материал? Какой? Смотри, 23 косаря наборчик стоит. Где? Вот, слева. А, какой 23, извиняюсь, 33. Все верно. А что у тебя? Мне нужен колонок. Ну, мне нужно две взять, короче, за косарь. Не знаю, это реально вообще. Как можно заметить, цены немножечко выросли. Одеваться некуда, кисти нужны. А как иначе? Я что, буду пальцем рисовать? Ну, белки побольше осталось, поэтому убирайте белки. Вообще, под акрил хороша синтетика, но я сколько раз не пробовал, мне не нравится. Всегда выбирал либо колонок, либо белку. На кисти. И оставляете прям там минут на 20, на полчаса, если уже такая застарелая история. Еще взял средства для удаления краски. Залог долговечности любой кисти – это грамотный уход за ней. Отправляемся в подвал, сейчас будем все тестить. Но сначала анбоксинг. Посылочка от моих любимых BOOMEN стикерс. Ухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухух сейчас триггерится ностальгия, потому что в журналах с наклейками раньше вот такие вот образцы были самыми нередкими. Ну, это уже классические. Мы здесь власть... О, он экспериментирует, смотри. Как это? Голография? Да. Это у меня ботиночки были. Были. Во. Не знаю, он тут в него прям заходит. Пленка такая. На улице я думаю, блядь. Ладно, по порядку. Где-то были, были. Что такое стил? До сих пор. Что там написано? Стилфри до сих пор свободен? То есть намекает на то, что у нас все снимают и как там пожимает твое самочувствие в плане свободы действий. Бля-бля-бля-бля. Там мой лист паковский. Ладно. Доллары. Похоже, экшел. Но я не уверен. Вот, Кость, зачем ты мне столько много своей рекламы кидаешь? Ты действительно думаешь, что я буду ходить и расклеивать их? Говорить, что Боумен стикер самый лучший? Что заказываете только у них? А почему четыре пальчики таких? Не, он серьезно считает, что я так буду делать. Реклама. Такая нативная, знаешь. Неужели ты думаешь, что я буду тебя рекламировать? Скрипыш? Что это? Короче, все, что дома валялось, нет столько. О, блядь, побрезки всякие, да? Подожди, реально скрипыш же. Да. Понимаю. О, вот это прикольно. Марочка, смотри, или что это? Ну, наверное, сам кто-то подогнал. Это рекламная какая-то. Хрень. Вот. Эти у нас тоже были. Смотрели на них девчули. Да, есть на стене. Так, обрезки, обрезочки. Не, ну, лучше с ними, чем без них, понимаешь? О! Было бы совсем, как бы, неправильно гнать на то, что мне кидают такой материал. Тегать уже начинать пора. Столько материалов. Семен, у нас запрячь. Так, вот это уже интересно. На канале также есть обзор стикербука, в котором я принимал участие. Нет, нет. Вот это точно Excel. Такая бумажная. Или не бумажная. Подсказочка. Чекните, кто не видел. Короче, это лист из моего пака. Новенький. А вот это, что я просил, это, фан-арт от некого кваса. куда бы наклеить? О, на кружку. Шикарно. Причем, смотри, сколько, какой объем. Раз, два, три. О, они побольше стали. Или у меня глючит. Нет, такие же. Четыре. Пять. Да что я считать буду? Тут пиздец сколько. Ё-моё. Вот это подгон. Не, не. Тут реально много. Тут очень много. Снативная рекламочка. Да, ребят, как бы это. Не заказывайте у Бумена, потому что он пришлет слишком много и потом придется клеить, как бы ходить. Но этот, кому это надо? 12, 13, 14, 15, 16, по 16 листов. Что думаешь, Excel, не Excel? Да это Excel, я видел у него. У него еще маркерами белыми на них рисуют. Люблю что-то такое. Этот ваш стрит-арт? Вот это мне почему-то очень понравилось. Мне вот это понравилось. Забирай. Хочешь что-нибудь себе взять? А, теперь потихоньку подбираемся к материалам. Сейчас по Decel'у все затестим. Посмотрим, угадал я с выбором или нет. Сразу говорю, ничего из этого я раньше не использовал. Как-то не приходилось. Вроде этот трешка и этот трешка, но и эта белка, и эта белка. Но форма разная. Вот так-то. Сначала оттестим белый цвет. на Кадаме. Простая форма. Главное понять, как он на черном смотрится. Все, момент истины. Посмотрим, что такое Амстердам. Бульк? О, довольно жидкая. Попробуем сначала губкой. Друзья, кто затеял прикупить себе художественного стаффа, напоминаю, в арт-квартале действует мой промокод Кадама, который обеспечит вас 10% скидкой. Неважно, заказываете вы онлайн или берете прямо на кассе. Ссылочку на магазин оставлю в описании. Пользуйтесь на здоровье. Но промокод Кадама действует, так что имейте в виду. Ну, это как классический перебор. Видно, что перебрал вот здесь. Ну, я так люблю. Но не совсем белый, кстати, в нем есть такой-то кремовый оттенок. Мы же на этом и порешали в магазине. Короче, мне кажется, надо просто хуй забить. Укрывистость? Да. И воспринимать укрывистость как миф. Это первое впечатление. Надо сначала какую-нибудь работу полноценно ими выполнить. Но наносится очень приятно. Мне нравится тут густая фактура. Но ебаный стыд. Она все равно не укрывается первого раза. У меня есть такая вот работка. На стриме рисовали. Я тестил всякие оттенки цветов. как бы, это для знающих людей, понимаете, что разница невелика. Можно любой брать и вы будете довольны. Во. Смотрим теперь Амстердам. Хуй не ножится. Да нормально, короче, котирую. Нормально. Ладно. Борьба титанов. Черный акрил той же самой марки. Хоп. Чуть-чуть. И черная темпера. Никогда не пользовался за все 10 лет рисования. Не пользовался темпера. И даже интересно. Затестим. Сначала акрил. Попробуем ввести дядьку по новой. Черный акрил. Хорошо. Очень хорошо. Амстердам? Да, да. Он и укрывистый, и густоватый. И, бля, ведется довольно далеко. Ну, то есть, за счет своей... Не густоватый, жидковатый. Наверное, неправильно все весь видос говорил по терминологии. Наоборот, я говорю, типа, он жидкий прикольный. Ложится прикольный. Ну, вот, я люблю с водой постоянно мешать. Это уже привычка. Да, определенно хорош. Это вот о чем я и мечтал. Вот она, темпера. Вот здесь вот. А так, кстати, тестить намного проще. А что с ней происходит? Смотри. В чем она расползается? Помнишь, та же самая история, что и с чернилами? Чернила вообще на арголите не сохли. А теперь и темпера. На генщинах? Да. Смотри, смотри, что происходит. Она вообще не ложится. Она как-то берет. О-о-о. Это вот, представляешь, если бы я сейчас одну темперу взял? Как бы я обосрался? Ну, на бумаге, я уверен, что это совсем другая история. Ну, плюс квадрат. Хороший квадрат, в жизни. Ну, короче, просто 300 рублей на ветер. Или сколько он там? 200 с лишним. Ты не потратил ни копейки? Я потратил. Я бы мог еще взять второй тюбик черного акрила. А даже на бумаге она ведет себя как блядь. Ну, смотри, что происходит. Она должна укрываться, ложиться, как-то впитываться. А. А. Погоди. А может, я просто долбоеб? Может быть, тебе не надо мешать с водой? Нет, просто здесь, вероятнее всего, я тестил кракелюровый лак. не объективно, не объективно. Ну, а здесь-то я его не тестил, здесь-то она что-то расползается. Она расползается только на краях. Нет? Бляха-бухар. Может, без водички попробуешь? Да, как без водички, она густая. нехуйня. Я не знаю, надо как-то понять, в чём причина. А что, профессионалов скрофишь? А где профессионалы у нас, потайки? В комментариях, может быть? Ребята, объясните, в чём причина. Я наношу краску, она у меня вот так вот расползается, как-то скручивается, непонятно. Но сохнет, зато вот быстро. Да, на бумаге. Так, а вот смотрите, как акрильчик себя ведёт. Голландский, дорогущий, импортный. Так, сейчас мы тут нарисуем треугольник. Как рукой свечёт квадратный. Ну, это определённо лучше. Это определённо треугольник. Ну, просто сравни, как она укрывает, как Амстердам укрывает, на той же самой поверхности. Его не сплющивает, не скручивают вот так, как темперу. Не могу поверить, что темпер ведётся именно так. Поэтому ещё последний, финальный тест. Возьмём уже жирную пятёрочку. Сейчас мы её приготовим. Вот, она прям видно, что густая-густая. Гуще, чем акриловая. смотрим. Ну, это, блядь, ерунда полная. Надо её... Я такой густой не люблю рисовать вообще. Посмотрим, что с водой происходит. Вот я её сейчас сделаю пожиже немножко и посмотрим, как она будет укрывать при этом. Ты знаешь, а большая белка, она всё-таки хуже. Я бы синтетику взял большую всё-таки. Предатель. А надо просто жизненный опыт получать и делать выводные на фоне этого. А не придерживаться каких-то старых установок консервативных. Ну, вот это пиздец. Смотрите, вот я веду и половину снимаю. Ну, это совсем другой материал, конечно, им иначе надо работать. Надо привыкать к нему. Я уже настолько привык к акрилу, что вряд ли соберусь перекатываться с него. Ладно. Объёмчик небольшой, но для теста ещё немножко выдаем. Ну, совсем другой разговор. Вообще. Вот она подсохла, ушла в другой оттенок. Сейчас мы ещё положим вот здесь полоску. Чё, переобулся? Нет, не переобулся. Я по-прежнему говорю, что акрил лучше. Сейчас подсохнет, мазняет, и посмотрим. Ну, и чё мы здесь видим? Акрил подсох, темпер подсохла. И прикол в том, что мы видим здесь какие-то пробелы вот эмпера. И я про это молчу, тут, скорее всего, был кракелёрный лаг. Я просто зря ворчал. А вот здесь-то ничего не было, и поэтому можно трезво оценивать, но всё равно. ой, она пальцем снимается, смотрите, я её ногтём могу. Что? А вот с акрилами я так сделать не могу. А я-то могу. Короче, тут уже определённо созрел вердикт. Надо просто где-то брать и искать полномасштабный, полномформатный кубик. Кубик, блядь, тюбик этого акрила. Вот такой штука чёрный. А это выкинуть куда-нибудь. Или подарить. Либо, я не знаю, напишите в комментариях, что стемперы вообще делают, я не знаю. Жалко просто. Или вот так вот, просто, знаете, вот скотчем вот так вот связать и какому-нибудь бомжу на вокзале подарить. А ещё я давным-давно по незнанию купил масляную краску. Понял, что она сохнет трое суток, и что мне она абсолютно не подходит. И вот, мне кажется, история вот этого тюбика, она чем-то будет напоминать историю вот этого. Тупо просто шесть лет лежит. Я такой думаю, а, что с ней делать? Если вы тут в первый раз, то обязательно подписывайтесь и посмотрите что-нибудь ещё из плейлистов. Я думаю, вам зайдёт. Помимо ютубчика, у меня ещё есть тикток, инстаграм и вк-группа. На все ресурсы ссылки в описании. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok